Ну, хорошо, значит, мы остановились с вами на таком не очень понятном фрагменте. То есть Талмуд продолжает выяснять, что там сказано в Мишне, да, и почему сказано именно так, а не эдак. Ну, и мы остановились на выяснении того, почему сказано тремя путями приобретает себя, то есть тремя путями приобретается и двумя путями приобретает себя. И вот когда речь зашла о этих двух путях по поводу того, каким она образом приобретает себя, про три пути, которыми она приобретается, мы вроде бы поговорили. Там говорилось о том, что хупа может быть исключена тем самым, или халифин, то есть приобретение с помощью замены, это может быть исключается. И мы с вами прочитали и по поводу того, как она приобретает себя. Приобретает себя тоже сказано двумя путями, что это исключает. Исключает, нам сказали, что это исключает халицу. Ну, собственно, мы на этом остановились, мы прочитали этот фрагмент, да. И Талмуд предлагает довольно странную, странный силогизм Кальва Хоммер, знаменитый, да, это один из методов толкования Торы, от простого к сложному, или от легкого к более тяжелому. И Талмуд нам предложил такое дело, да, то есть, что, по-видимому, когда говорится о двух путях приобретения, то исключается халица, халица, то есть снятие ботинка. Снятие ботинка, мы тоже в прошлый раз уже говорили, снятие ботинка – это освобождение женщины от либератного брака. И получается, что, вроде бы, здесь, ну, из общих соображений таких простых, да, мы бы, наверное, навряд ли подумали, что каким-то образом женщина может освободиться, вдруг сняв ботинок со своего мужа. А Талмуд именно это нам предлагает, такую странную историю. Он говорит так, я читаю здесь, да, что ты можешь подумать, да, тебе может скачать в голову, тебе может следующее, что вот эта женщина, которая должна выйти замуж за брата умершего мужа, и в таком случае она получает специальный статус, и называется она Евама, он ей называется Евам, а она называется Евама. Евама, и вот Талмуд говорит, что ты мог бы подумать, что если уж Евама, которая не может освободиться с помощью разводного письма, она, тем не менее, она, тем не менее, с помощью вот этого сандалия, ботинка, она освобождается, то тем более та женщина, которая выходит, да, обычная женщина, может развестись со своим мужем, в смысле он может ее, точнее, так сказать, прогнать, да, с помощью разводного письма, и коль скоро эта женщина с помощью разводного письма разводится, то тем более она может развестись с помощью холицин. Это вот этот самый силогизм, да, который Талмуд строит, и который является очень странным. Вроде бы, как мы и говорили в прошлый раз, да, вот это самое освобождение с помощью ботинка, оно касается только вот этого конкретного эпизода, эпизода или случая, да, когда речь идет о либератном браке. Что лежит в подтексте вот этого странного силогизма, о котором мы бы, может быть, и не подумали, а Талмуд нас как бы заставляет подумать. То есть я мог бы подумать следующее, что на самом деле, ну, судя по тому, как строит этот Талмуд, да, то есть я мог бы подумать, что разводное письмо, но в каком-то смысле является чем-то более... слабым, чем вот это самое снятие ботинка. И тогда, в общем, можно было бы сказать действительно, что вот эта женщина, обычная женщина, разводное письмо может получить. Другая женщина не может получить разводное письмо. Это та, которая должна выйти за брата. И тем не менее, та, которая не может получить разводное письмо, она может разгрестись с помощью вот этого способа, способа, который называется халица. И если этот способ халица является более как бы сильным, ну, условно, в кавычках, да, тогда получается, что та, которая выходит с помощью гетто, которая как бы более слаба, тем более должна выйти с помощью, иметь возможность выйти с помощью вот этого самого способа, который называется халица. Что возникает? Возникает, на самом деле, некоторая путаница, да, то есть возникает некое отождествление мужа с вот этим самым ябамом, да, то есть в каком-то смысле получается, что любой муж, он в какой-то степени, мы могли бы подумать, да, то есть это отвергается, сама эта мысль отвергается, но такая мысль, поскольку она предлагается, то нам как бы следует ее продумать до конца, да, почему она, собственно говоря, предлагается, то есть я мог бы считать, получается так, да, если я принимаю это не просто как за формальную какую-то отмазку тому, да, как некое серьезное утверждение, то я могу предполагать тогда, что, вообще-то говоря, либератный брак является не исключением, а в каком смысле правил? В каком смысле? Ну, естественно, в переносном смысле правил, да, то есть по сути дела получается, что любая женщина, которую мужчина берет в жены, это женщина, у которой как бы был муж, но есть муж, который является реальным, и он умер, и она осталась без детей, а есть муж, который является в таком смысле виртуальным, да, то есть в любом случае получается, что она как бы была замужем, вот она без детей, хотя она на самом деле не была замужем и так далее. Получается вот такая вот странная картина, да, то есть в качестве допущения изначально или в качестве мысли, которую я мог бы, мне могла бы такая мысль в голову, я мог бы предположить вот такого рода конструкцию. И на самом деле, ну, такого рода конструкция, она нуждается, естественно, в прояснении. В прошлый раз был вопрос относительно того, как же мы будем поднимать вот этот самый эливератный брак в отношении метафорического уровня, да, то есть когда мы говорим о том, что у нас здесь подтекстом вроде бы является отношение между Богом и народом Израиля, Бог – муж, народ Израиля – жена, Бог приобретает народ Израиля с помощью документа, это Тора, например, да, который он дает, он приобретает народ Израиля с помощью плавового акта, так описывается, дарование Торы, во всяком случае, в Алмуде. То есть мы можем встретить такого рода описание. То, что касается, например, денег, то здесь труднее найти некое соответствие, да, что значит он приобретает в качестве денег. Мы могли бы сказать, что деньги, там, например, дарование земли Израиля – это нечто, некий эквивалент, да. Ну, то есть в этом отношении мы могли бы, по крайней мере, думать относительно того, каким образом перевести это на метафорический уровень. А вот когда речь идет о эливератном браке, то здесь как бы сложно, да, потому что эливератный брак – это что? Ну, вот женщина вышла замуж, затем у нее муж умер, ее берет другой муж, да, и мы с вами говорили в прошлый раз, начинали говорить о том, что у нас есть книга, книга Руд, которая как раз в общем об этом, да, то есть это девушка Руд, которая вышла замуж и которая по-видимому является Ишак-Атланит, то есть женщиной-убийцей. Здесь никакой отрицательной коннотации нет, в каком смысле, да, есть. Просто факт того, что так называется женщина, у которой умерло два мужа. Там из самой истории про Руд не очень понятно, что умерло два мужа, но при внимательном прочтении получается так, что, значит, первый, там два персонажа таких, да, имя которых Махлон и Кильон, что переводится как болезненные и уничтожающиеся говорящие имена, да, и вот они оба умирают. И вроде бы по простому смыслу писания, простому смыслу этой истории, один из них берет жены Орпу, а другой берет жены Руд. Но на самом деле возможна ситуация, и скорее всего она подразумевается, опять же, если внимательно читать, что один из них, первый, да, берет в жены Руд. Берет в жены Руд и умирает. И тогда второй, который взял в жены Орпу, он должен жениться на Руд. А у нас с многоженством нет никаких проблем пока, да, то есть раз она бездетной осталась, то ее должен взять второй. И вот второй, который женат на Орпе, тоже берет Руд и умирает. И получается, что у Руд как бы такая сложная ситуация, что один муж умер, второй муж умер, и третий муж уже как бы лучше не пытаться. Но, тем не менее, Боас, его имя переводится как «В нем сила». Те с нами, кто читал трактат «Брахот», помнят, что как раз этой историей заканчивался трактат «Брахот». Боас берет ее уже, то есть несмотря на вот эту самую опасность, ну и все нормально, и дальше она становится как бы прабабкой царя Давида. Понятно, что здесь речь идет, с одной стороны, о празелитизме, а с другой стороны, эту книгу читают наши ВООД, то есть «В день дарования Торы». И возникает как бы вопрос, почему дарование Торы и вот книга Руд, они идут вместе. То есть что значит «В Миране», если мы говорим о метафоре Бога и народа Израиля. Если Руд, несмотря на то, что она маовитянка, она репрезентирует каким-то образом народа Израиля, предположим, до дарования Торы, а Боас, ее избавитель, репрезентирует Бога, который ее берет и избавляет в каком-то смысле, то в любом случае возникает вопрос, что же это за метафорика. Здесь я сделаю небольшое отступление общетеоретического плана. И скажу так, что следующая мысль, важная для понимания фалмадической литературы, она состоит в том, что действительно о Боге, поскольку, ну как бы он непонятно, то есть по идее, такой чистого монотеизма, Бог вне положен миру, трансцендентен, как сказали бы философы, и поэтому вроде бы никак ничего про него сказать нельзя, как нас научат в XII веке Маймонит. Что происходит в талмадической литературе? То есть откуда мы берем, в принципе, возможность вообще метафорики, какой бы то ни было, когда говорим о Боге? Мы берем ее из жизни. То есть на самом деле, вот этот комплекс самых разных жизненных коммуникаций, коммуникаций, взаимоотношений, он проецируется по неволе, потому что у нас ничего другого нет. Что у нас есть? У нас есть вот то, что у нас есть. У нас есть отношения отец-сын, брат-сестра, брат-брат, то есть господин-раб, хозяин и его имущество, пастух и его стадо, ну и так далее. И вот эти все, весь этот комплекс взаимоотношений, вроде бы земных, за неимение, собственно говоря, ничего другого, он метафорически переносится на взаимоотношения с Богом, на выражение тех или иных метафорой. Понятно, что некоторые из этих, поскольку это комплект взаимоотношений, он, ну, с одной стороны, не такой уж и сложный, да, то есть нельзя сказать, что у нас миллионы и миллионы, да, несчетное количество этих отношений. Но они сложные, да, то есть они каким-то образом пересекаются, как-то друг друга взаимоисключают, и поэтому возникает определенного рода, что ли, сбой, да, сбой метафорического уровня. То есть если я говорю, что, например, Бог – это отец, а с другой стороны, Бог – это муж, то как в реальной действительности все это должно проясняться, ну, то есть у меня есть и отец, а с другой стороны, у меня есть муж, да, то есть девушка, если девушка переходит из дома отца, мы сейчас будем читать как раз об этом, да, в дом своего мужа, или у нас был совсем уж жесткий образ, да, то есть женщина приобретает себя со смертью мужа. Как мы это можем перенести на взаимоотношения с Богом? Что значит, Бог умирает? Это же не Ницше, да, да Ницше нам еще далеко. Ну, и то же самое касается ливератного брака, да, то есть ливератный брак, получается, что это, если брак – это, в принципе, репрезентация взаимоотношений небесного мира и земного мира, да, то что же означает смерть бесплодная, да, смерть брата, который должен другой брат подхватить и каким-то образом продолжить. Ну, с одной стороны, у нас есть, помимо, так сказать, мужеской стороны, относящейся к божественному миру, и женской стороны, относящейся к народу Израиля, у нас есть и обратная история, да, то есть у нас народ Израиля может рассматриваться как мужеская сторона, и тогда Тора, или земля Израиля рассматривается как женская сторона. То есть в этом смысле есть подвижность вот в этих метафорах. И одна может заменяться другой. Из-за этого возникает путаница. То есть, несмотря на то, что я уже говорил, здесь не так много этих самых взаимоотношений, но они из-за того, что я не знаю, какое из них применить, возникает иногда довольно серьезная путаница. И поскольку Талмуд никогда, ну почти никогда, нельзя сказать, что совсем никогда, но почти никогда не говорит прямо об этой метафорике. То есть, эта метафорика, она как бы между делом, между прочим, и как бы косвенно и так далее. Поэтому и здесь то же самое. То есть, этого нет. Но то, что можно предположить себе, по поводу смерти, по поводу смерти, если все-таки иметь в виду взаимоотношения между Богом и народом Израиля. То можно в качестве смерти предположить некие, некое представление о смене образа. Смене образа того, что же, собственно говоря, из себя Бог представляет. То есть, представление о Боге и о взаимоотношении с Ним может в каком-то смысле закончиться, если он представлен не так, как следует. Например, если говорить про книгу Рула, махлон и кельон, то есть, болезнен, тот, который является заканчивающимся, то есть, или что-то. То есть, по сути дела, это та ситуация, когда представления о Боге или его восприятие, они вырождаются в удалопоклонстве. И вот это вырождение в удалопоклонстве, оно в каком-то смысле может быть ассоциировано со смертью. И тогда как бы новый брак, в том числе и ливератный брак, ливератный брак, он является браком с обновленным в каком-то смысле образом, но который как бы является родственным тому, который ему предшествовал. То есть, тот образ, который предшествовал, не привел к плодоношению условно, то есть, не был плодовитым, и поэтому возникает некий новый образ. Например, Боас, в нем сила, то есть, вот этот обновленный образ, он является как бы некой новой стадией взаимоотношения с Богом. Но точно так же, как и, например, Руд, она же моя Витянка вроде бы, то есть, в каком-то смысле можно говорить, что подспудно, если предположить, опять же, то есть, это в каком-то смысле моя гипотеза относительно того, что вот эта метафорика, она пронизывает, собственно говоря, всю таламадическую литературу, если соглашаться с этим тезисом, то получается, что есть предположение и о том, что образ Бога истачивается, и народ Израиля в каком-то смысле истачивается, или может как бы иметь определенного рода прокол, и тогда Руд, который моя ветянка, вроде бы становится на место этого народа Израиля. Собственно говоря, например, христианская идея, она с этим связана, то есть, была одна девушка, стала другая девушка, был народ Израиля один, а теперь народ Израиля другой. С точки зрения христианства, есть обновление народа Израиля, он теперь другой, он имеет, тот не выполнил свою роль, но это не значит, что нет народа Израиля, но он определяется иначе. То есть, вот эта изменчивость или стачивание условное, как я это называю, стачивание образа Бога и стачивание образа или действенности народа Израиля как такового, оно возможно предполагается и в тема лергической литературе тоже. Лергическая литература прекрасно знает о том, что христиане утверждают о том, что девушка другая, то есть девушка сменилась, народ Израиля теперь иной, и с этим есть полемика, и мы встречаем фрагменты, где как раз говорится о том, что в трактате Брахов мы читали об этом, что эта девушка все та же на самом деле, и иллюзия этой самой иной девушки является ошибкой и так далее, то есть здесь, теперь я возвращаюсь к вот этому странному силогизму, который здесь нам Талмуд гипотетически предлагает, а потом отвергает. Вот это гипотетическое предположение говорит о том, что освобождение от братских уз, братских в том смысле вот ливератный брак, то есть освобождение от уз, которые связаны с тем, что брат заменяет умершего брата, то есть тогда получается, если на том языке, на котором я пытался говорить, то есть это некий родственный образ Бога, который сменяет тот, что был неплодовитым, так вот освобождение от него является в каком-то смысле более критичным, чем освобождение просто от мужа, то есть освобождение от мужа, за которым не стоит никакой братский образ, который возможно был плодовит, да, то есть с детьми и так далее. И в итоге это отвергается, да, то есть я мог бы подумать, что это так, что такого рода разрыв является в каком смысле более сильным и более универсальным, да, то есть вообще-то говоря, всегда уход – это уход из одного образа, да, то есть от братского образа, так, да, можно это, например, сформулировать, но Талмуд на это говорит, что нет, то есть ты зря так думал, на самом деле именно критут, сэфер критут, да, это то, что говорится дальше. Камашмал, да, Камашмал, то есть это означает, что нет, что все это допущение было неверным. И дальше говорится Вейма Ахинами, ты можешь сказать, ну, есть и к этому еще одну, еще один аргумент, который отвергает такого рода предположение, потому что про развод говорится в писании сэфер критут. Сэфер критут. Вот, это как раз мы здесь. Вот, Емара отвечает. Стих о разводе упоминает сэфер письмо разрыва. Из того, что два слова стоят рядом, сэфер критут, мы учим, что только письмо, документ, который называется гетом, он отрывает ее от мужа, разрывает брачные отношения. То есть брачные отношения можно только с помощью сэфер критут разорвать. Интересно то, что само вот это слово лихрот, которое означает разрубать, да, от него, например, карет, отсечение души, это карет. И здесь сэфер критут – это действительно отсечение. То есть, в принципе, вот это способ не снятия ботинка, не снятия ботинка и ухода как бы из семьи своего бывшего мужа, то есть от связи с его родственниками, а просто разрыв. Разрыв, как бы он является более универсальным и более сильным. Это в итоге то, что утверждает здесь Талмуд. Но то, что я хотел сказать, что несмотря на то, что вот этот глагол означает разрыв или отрез, отсечение, вместе с тем существует идиоматическое выражение, которое звучит как лихрот брит, то есть союз. Заключение союза, оно тоже называется лихрот, то есть вот этим же самым словом, только не просто лихротник, а лихрот брит. Ну и мы помним первый союз, союз с Авраамом, он был союзом между рассеченными животными. Они, правда, там так не называются, но тем не менее вот этот критат брит, то есть рассечение союза почему-то это называется, то есть не соединение союза, а такое как бы логичное сочетание, потому что брит вроде бы это соединение, а лихрот это вроде бы как разъединение. И тем не менее это называется вот таким вот образом лихрот брит. И тогда получается, что вот этот цифер критут это в каком смысле ответ на критат брит, то есть брит куртим, но и в каком смысле можно его лихрот еще раз, то есть разорвать его можно таким же способом, то есть тем же самым глаголом. Это обозначается как и соединить, соединение и разъединение в каком смысле означают одно и то же. И тогда получается, что вот этот союз, не родственный союз, не как бы принадлежность определенного рода линии является более универсальной, как можно было подумать, а именно вот этот самый заключенный союз, который является союзом не родственного плана, а как мужчина, чужой мужчина, заключающий чужой женщиной. То есть они в каком-то смысле, женщина оказывается совсем чужой этому мужчине, который с ней заключается союз, а в лихротном браке она оказывается не совсем чужой. И предположение о том, что она вообще изначально не совсем чужая, это то, что мы могли бы подумать и то, что Талмут здесь отвергает. Ну хорошо, я надеюсь, что каким-то образом, хоть это и я понимаю, что это не совсем простое объяснение, но тем не менее какое-то объяснение относительно того, что здесь у нас произошло с вот этим, с этой самой холицой, с этим снятием ботинка. Потому что вообще снятие ботинка – это тоже, да, то есть это что-то освободить лохлотц. Лохлотц – это как бы освободить? Освобождается что? Освобождается нога. Сефер критут – это что-то, что рассекает, да. Ну вот Талмут говорит, что это то, что является наиболее важным, и подтверждение этого говорит «цефер корта» веэндаварахер корта, то есть любой способ ее не отрывает, то есть этот способ ее, да, отрывает. Ну хорошо, двинемся дальше, если по этому поводу нет у нас каких-то вопросов, замечаний, мы переходим к следующему фрагменту. Ну, короткий вопрос. Да. Ну вот Михаилеца связана с наследником, все, здесь есть какие-то мотивы, почему она снимает ботинок, то есть это из-за того, что он не хочет, так сказать, и он не может иметь ребенка или что-то такое, и как поступает с договором, то есть она получает эту выплату или она уходит без того, чтобы получить компенсацию, то есть кто виноват, то есть кто считается как бы активной стороной, кто пассивной стороной, в общем-то, и это имеет какое-то, может быть, значение в этом случае? Ну нет, есть соответствующие законы, естественно, да, проработанные, что там она получает или что она не получает, здесь просто само по себе это действие, да, это освобождение, мы в прошлый раз уже говорили об этом, да, что можно было бы еще противопоставить эти два действия, как что, в случае халиции освобождается мужчина, ну то есть он говорит, я не хочу, не хочешь, значит вот так, значит тогда она снимает ботинок и освобождается. А в случае гетто не хочет тоже мужчина, но освобождается женщина. То есть он ее освобождает. В первом случае женщина его освобождает от обязанности на ней жениться. А во втором случае мужчина освобождает женщину как бы от себя. Это считается позором снятие ботинка? Да, мы говорили, что это считается позорным таким актом. Он должен, но отказался. То есть он не выполняет это невыполнение долга. Я имею в виду, когда жена освобождается. То есть заключен брак и так далее. И вот она с помощью снятия ботинка хочет освободиться. Ну да, но жена, как нам сказал Танул, мы могли бы подумать, что она могла бы так освободиться, но нет. Она не могла. Ну другое дело. Понятно. Спасибо. Это все, что я сейчас рассказывал, как вот этот самый гипотетический концепт, который Талмуд зачем-то нам предлагает. Я проговорил, зачем он его предлагает, а потом отвергаем. Потому что, в принципе, мы бы на самом-саме бы до такого не додумались точно. Ну понятно. Это как раз понятно. Да. Спасибо. Ну хорошо. Дальше следующий фрагментик, то есть следующая судья, следующий анализ Мишны, который предлагает Талмуд. связан с вот этим первым способом приобретения женщины Бекесов. И задается вопрос. Бекесов, Миналан, откуда нам известно, что с помощью денег можно? Виту, а еще ВИГАДИТ НАНГААВЗАКАЙБЕВИТОВБИКИДУШЕГА, Бекесов, БИШТАРУ, БЕВИЯ, МИНАЛАНДЕМИКАНЬЯ БЕКЕСЫВ, ВЕКЕСЫВДЕАВУГАВУ, Талмуд говорит так, что вообще откуда мы знаем, откуда мы знаем, что с помощью денег можно приобрести. Ну и кроме всего прочего, нам известен закон про отца. Мы учили в Мишне, в Мишне из трактата «КТУБОТ», где говорится, что отец может как бы получить, здесь сложно перевести, закай, закай – это как бы слово «схуд», то есть он имеет право. Так вот он за свою дочку может получить ее КИДУШ, то есть можно перевести это так, что он может выдать дочку замуж, то есть может обеспечить КИДУШ, то есть он имеет право ЛИКАДЭШ, он говорит, вот моя дочка, она тебе МИКАДЭШит, кому-то, он ее как бы передает кому-то. Но можно прочесть это и так, что если кто-то ее как бы МИКАДЭШ, то есть ее отделяет для себя, то он должен отцу что-то, то есть отец является в каком-то смысле той инстанцией, которая что-то от этого получает. А что она получает? КЭСЭВ, ШТАР и БИЯ. Здесь как бы сложность, опять же сложность прочтения. То есть что это значит? Это значит, что он забирает деньги, но тогда это КЭСЭВ, но здесь же не только КЭСЭВ, там сказано, что БИШТАРУ БИЯ, то есть на самом деле все те три способа, о которых говорится у нас в Мишне, в трактате «КТУГОД» говорится о том, что отец может в каком-то смысле свою дочку вот таким образом, тоже этими тремя путями передать мужу. То есть он может ему сказать, вот, пожалуйста, дочка, бери ее, главой акт. Или вот, дочка, давай штат, в смысле документ. Или вот моя дочка, давай деньги. И в этом случае не она является как бы действующим лицом, а отец. Ну, это вопрос как бы возраста этой девушки, да, то есть в каком возрасте это происходит. Это отдельный вопрос, но пока что Талмуд спрашивает у нас, ну, откуда мы знаем, что деньги в этом случае принадлежат отцу. И дальше такой ответ. Амаров иуда Амаров де Амар кра в яцахина эн касов эн касов эн кесов леадон зэ а вальеш кесов леадон ахэ И отсюда делается вывод, ну, давайте мы сейчас посмотрим соответствующий контекст. То есть есть стих, который говорит о том, что она выходит бесплатно без денег. и поскольку там говорится, что с одной стороны выходит бесплатно, а с другой стороны еще нет денег, мы знаем, что с точки зрения мудрецов Талмуда не может быть повторения одного и того же, одной и той же идеи, значит, по сути дела здесь должны быть разные вещи. Бесплатно уже сказано, а что значит нет денег? Нет денег у этого господина, но есть деньги у другого господина. У какого другого господина, сейчас мы посмотрим, когда мы откроем соответствующий контекст. это у нас шмот 21.11 и вы, наверное, обеспечены соответствующими источниками. Да, я надеюсь. или я не знаю, я могу на самом деле остановить, конечно, это и перед другой. Значит, вот у нас 21 глава. 21 глава это у нас законы Мешпатим, то есть это глава, которая следует после дарования Торы, как бы Моисей рассказывает народу Израиля о тех законах, которые, собственно говоря, являются следствием получения Торы. И вот законы, которые ты предложишь, им это Бог говорит, Моисей, и значит, там раб, рабыня, то все, пятый, десятый. И седьмой стих говорит следующее. Если кто продаст дочь свою в рабыню, то она не должна выйти, как выходят рабы. Если она негодно и устала в глаза господина ее, который назначил было ее для себя, пусть позволит выкупить ее, а чужому народу продать ее нельзя, он не властен. А если он назначит ее сыну своему, то должен поступить с ней по праву от дочери. А если возьмет другую, то ее не должен лишать пищи, одежды, сожития, ну, то есть соответствующих отношений. А если он трех этих вещей не сделает для нее, то пусть она уходит даром без выкупа. Это вот как раз наш стих. Здесь говорится без выкупа, а в оригинале мы прочитали НКС, без денег. То есть ситуация такая, девушка оказывается, то есть отец ее продает в рабство, она становится рабыней у кого-то, и она, видимо, является маленькой, то есть несовершеннолетней. И, значит, по-видимому, когда судят по самому контексту, то есть в таких случаях эта девочка, которая еще несовершеннолетняя, когда она достигает совершеннолетия, то, по-видимому, этот самый мужчина, который взял ее в рабыни, он должен, ну, предполагается, видимо, что он возьмет ее в жену. То есть он дальше ее продать не может. Он может, правда, взять не себе в жены, а своему сыну тоже в жену, и тогда она как бы становится как бы его дочерью. Вот он, значит, своему сыну ее выдают. И если он, как здесь сказано, возьмет себе другую, то есть у него может быть еще одна жена, третья, четвертая, пятая, у нас в Писании с этим нет проблем, то он, она должна тоже получать все то, что полагается супруге. У нас есть Мишна, которая говорит о том, как раз исходя из этого стиха, что муж обязан женщину кормить, одевать и сожительствовать с ней. Вот эти три вещи он, значит, обязан по отношению к ней выполнять. И вот если этих трех вещей он не может обеспечить этими тремя вещами по тем или иным причинам, не хочет, или сыну не отдает и так далее, то тогда она уходит даром, без денег. И вот, значит, Талмуд делает какой вывод? Поскольку сказано уже уходит даром, непонятно, что означает без денег. И Талмуд там говорит, что без денег в том смысле, что денег нет. Один из ее господ не получает деньги, а другой получает деньги, а кто же этот другой? А другой это отец, то есть у нее в каком смысле два господина. Один господин это отец, который ее продал в рабство, а другой это тот, кто является ее владельцем до поры до времени. То есть опять же вишне будет говориться о том, что девушка, которая достигает половозрелости, это собственно говоря и есть тот момент. То есть он говорит, ага, все, она была несовершеннолетней, то есть не половозрелой и выполняла какие-то работы по дому и так далее. Если она стала половозрелой, то здесь два варианта. Либо он берет ее в жены или отдает своему сыну, либо она уходит. То есть ей не нужно ничего, она не должна ничего платить за это. Отец ничего не должен платить за это. Но поскольку сказано помимо даром еще и без денег, то теперь оказывается, что отсюда мы учим. и кто же это? Это отец. Какие деньги есть у другого, это как бы вопрос. То есть поскольку он продает, этот отец продает ее в рабство. И естественно возникает вопрос за какую сумму он продает. Вот он продал ее, предположим, за 100. 100 монет. 100 монет что предполагали? Они предполагали, что вот она до достижения половозрелого возраста живет у него, потом он на ней женится и так далее. И тогда те деньги, которые он за нее заплатил, они включали в себя в том числе и в каком-то смысле ее приобретение и как жену. Но если он чего-то там не захотел и так далее, то значит тогда она выходит. Она выходит, она ничего не платит. Но и отец получается, что получает какие-то деньги. Какие деньги? Ну вот ту разницу, потому что этот мужчина мог бы сказать, подожди, я заплатил за то-то, за то-то, за то-то, в том числе за то, что она потом стань женой, сейчас я вот не хочу, она жена мне не будет, поэтому верни мне 50 монет. Но нет, эти деньги, эти 50 монет, они как бы остаются у отца, то есть он получил деньги и ничего не должен, если вот этот самый господин ее решает отказаться от нее, как от жены. Такая ситуация. вернемся. Вернемся. это мы должны пролистать, да, вот. Нет денег, то есть, выходя на свой голову, не надо платить этому господину владельцу девочки рабыни, но есть деньги другому господину, и кто это другой господин, это отец, получивший деньги Кедушин, когда посвятил свою дочь другому человеку, в результате чего та вышла из-под власти отца. Отсюда мы видим, что Кедушин совершается при помощи денег, и видим, что деньги Кедушин малолетней дочери принадлежат отцу. Это добавление переводчика, который цитирует Раши, по сути дела, Раши объясняет, что вот он ее отдал, и раз он ее отдал, и деньги, которые переплатил получается этот ее господин, остаются у отца, и значит, тогда с помощью денег действительно может осуществляться собственно говоря Кедушин, в данном случае Кедушин, который совершается отцом, но отсюда мы может быть можем выучить, что и вообще Кедушин может осуществляться с помощью денег. Видите, довольно сложное такое построение, целая история, отец может ее и тогда получается, и так далее, и так далее, Талмуд как бы не успокаивается, он говорит выэйма ледида, может быть эти деньги должны принадлежать ей, ахи гашта, ну разве это так, ави амэйкабэйки душе, дихтиф эт бити на тати лейшазы, выи шакла каспа, он говорит нет, это не может быть, чтобы ей эти деньги принадлежали, потому что отец принимает вот этот ее кедушин, откуда мы это знаем, мы это знаем из другого стиха, сейчас посмотрим его, я свою дочь дал этому человеку, то есть отец передал свою дочь, и что она будет получать деньги, нет, раз он ее передал, то значит он должен получить деньги, давайте посмотрим этот другой стих, который нам приводит, это дворин 22 16 это у нас, глава КТЦ во дворе, здесь тоже разные законы, увидишь быка, брат, то, все, что нельзя одежду мужскую на женщине, нельзя надевать мужчине, женскую одежду, ну и так далее, нельзя пахать на быке, если вместе, шап, месс, в общем, разные законы, наш 16 это вот этот фрагмент, да, то есть, если кто возьмет жену, войдет к ней и возненавидит ее, и возведет на нее мышленные нарекания, пустят они худую молву и скажут жену себе, взял я, вошел к ней, не нашел у нее девство, то есть, он обвиняет ее в том, что она не девушка, не девственница, пусть возьмет отец от раковицы, и мать ее вынесут признаки девства от раковицы к старейшинам города, к вратам, и скажет отец от раковицы старейшинам, дочь мою отдал этому человеку в жены, а он возненавидел ее, и вот он возводит на нее мышленные нарекания, то есть, Талмуд цитирует вот этот дочь мою отдал этому человеку в жены, отсюда мы видим, что отец может отдать свою дочь в жены, да, то есть, он является опять же субъектом этого действия, и, соответственно, судится тоже он, да, то есть, не женщина здесь выступает как оппонент мужчины, а именно отец, да, отец говорит, что вот я отдал, а он то, все. Ну, сам этот закон сейчас не будем его рассматривать, то есть, там дальше выясняется каким-то образом, если она действительно была не девушкой, что сложно определить, впрочем, но тем не менее, то, значит, ее забивают камнями, а если он оболгал ее, то он платит, то он должен заплатить соответствующий штраф, ну, и будет наказан определенным образом, ведь наложат на него взыскание в 100 серебряников, отдадут их отцу от раковицы, ведь не ей, а ему, за то, что распозгала ему, значит, будет жену, они его накажут, здесь еще сказано, что старейшинам этого города накажут его, ну, и Талмут будет говорить, что наказание это определенное количество уже ударов, не только штраф, но возможно, что наказание его более суровое, но так или иначе, из этого фрагмента мы что видим, мы видим, что отец отдает свою дочь, и что нам Талмут говорит, что если отец отдал свою дочь, то как же может получиться так, что она вдруг забирает те деньги, те деньги, которые как бы этот ее господин должен вернуть, да, то есть это точнее те деньги, которые как бы он отцу уже вроде бы отдал, да, то есть может быть она их должна забрать, да, ну, говоришь, не может быть, да, если отец ее отдал, то она возьмет деньги, нет, это как бы нелогично, вернемся. Можно вопрос? Да. Я что-то не пойму, почему, что значит выйдет на свободу бесплатно, нет денег. Отец ее продал, она там живет для этого человека, там пока не станет, ну, почти совершенно летний, ну, не совершенно летний, двенадцатилетний, да, вот, и она как рабыня там, да, в этом статусе находится, а как она может выйти на свободу, если отец ее продал, то есть ее два раза будут продавать? Я не очень понял вопрос, тем не менее, проясню ситуацию на всякий случай, может, станет яснее. Значит, когда отец ее продает, как бы он продал ее тогда, когда она еще не является половозрелой, правильно? Да. То есть он не может сейчас жениться на ней, она еще, в общем, не достигла половой зрелости, и поэтому она служит в доме господина как рабыня. У нас есть законы относительно того, каким образом раб может выйти на свободу, как раб может выйти на свободу, если он заплатит деньги, или кто-то за него заплатит, да, то есть человек может себя продать в рабство, да, там сказано, что на шестой, на седьмой год он должен выйти на свободу, в любом случае, а не больше шести лет, но тем не менее, вот он продает себя в рабство, что значит продает в рабство, значит он получает какие-то деньги, да, получает какие-то деньги и за них работает, потом, предположим, через год его родственник говорит, что ты работаешь рабом, давай я заплачу за тебя ту сумму, которую как бы тебе выдал этот самый твой господин, и ты выйдешь на свободу, то есть заплатил шестьсот за шесть лет, за каждый год по сути, если он выходит в первый год, то он ему должен пятьсот, он год отработал, сто, остальные пятьсот он должен ему отдать, в данном случае говорится, что она выходит на свободу без денег, в том смысле, что сколько бы этот господин отцу не дал, и на какую бы часть ее службы он не рассчитывал, здесь сам договор он такой немножко сложный, потому что по сути дела получается, что когда этот самый человек берет эту самую рабыню, то он предполагает, что он заплатил за какое-то время ее работы, а заодно еще и возьмет ее в жены, и получается, что сумма денег, которые он передал отцу состоит из двух частей, одна часть за ее работу, а вторая часть это за то, что она станет его женой, условно так можно распределить эти деньги, так вот, когда Тора говорит, что она выходит на свободу без, то есть дара, имеется ввиду, что если предполагалось, что отработать она должна сумму там х, а она отработала другую сумму, меньшую, то все равно она ничего не должна или отец ее ничего не должен платить это, то есть он рассчитывал, что она будет работать год, а она проработала два месяца, он говорит, ну подождите, ребята, а еще восемь месяцев я же заплатил за год, предполагалось, что она будет работать год, а почему, как это может предполагаться, то есть это зависит от того, каким образом определяется достижение вот этой самой половозрелости, то есть она определяется возрастом, ее тогда, конечно, заранее известно, или же определяется, ну, например, начало менструального цикла, если начало менструального цикла, то никто не знает, когда он начнется, то есть он может начаться через два месяца, а может начаться через 12, ну, там на самом деле определение этого и так, и так, да, так, как у мальчика тоже, его половозрелость определяется с одной стороны возрастом, 13 лет, да, у девочки 12 лет, но и если у девочки раньше начинается менструальный цикл, то она как бы достигла половозрелости, а у мальчика, соответственно, если появляются, как говорит Мишна, волоски определенные, да, на ломке, то он тоже считается половозрелым, да, вот Соломон Маймон женился в 11 лет, как он мог жениться в 11 лет, если в 13 только у нас бармится, да, ну, видимо, появились волоски. И тогда получается вот такая ситуация, да, ситуация, что может возникнуть, по крайней мере, теоретически может возникнуть конфликт или, по крайней мере, разбирательство относительно того, сколько времени она отработала и планировал ли этот самый господин ее, взял ее, что она отработает это время. Вот Тора говорит, что сколько бы он ни планировал, что там ни было, она выходит все, как только достигает половозрелости, она выходит бесплатно. А по поводу той части денег, которая должна была обеспечить Кедушин, то есть она будет его женой или женой его сына, то здесь, если он отказывает, то он тоже не может требовать деньги. Но с кого не может требовать деньги? Сейчас нам Талмуд задал вопрос, ну а почему бы эти деньги, не сказать, что они принадлежат ей, она как бы вроде тоже здесь не чужой человек во всей этой истории. Он говорит нам, и сейчас нам, что сказал Талмуд, что мы видим в другом стихе, что вроде бы отец отдает ее, если отец отдал ее, то как же она может получить деньги? То есть он был субъектом сделки, и он должен получить деньги. Получается, что я думала, что отец продает свою малолетнюю дочку в качестве Кедушина будущего, а получается, они покупают для эксплуатации детского труда, по большому счету. Да, не по большей части, а и то и другое, эксплуатация детского труда, включающая еще и потом женитьбу. Ну и дальше нам Талмуд говорит, что Талмуд говорит что да, действительно, если она девушка, маленькая еще, у нас есть здесь разница, то есть разница между Ктана и Наара. Ктана – это совсем малолетка, а Наара – это как бы уже девушка, и по сути дела можно было бы сказать следующее, да, вот здесь Талмуд так говорит сейчас. Скажем так, что этот закон применим лишь в случае, когда она малолетняя, то есть до возраста 12 лет, сколько она не способна самостоятельно получить деньги Кедушин. И тогда вся вот эта история, она про малолетка. А если она уже достигла этого возраста, и она понимает, что такое Кедушин, и способна самостоятельно получать деньги, то тогда, может быть, действительно, она должна получить деньги. Пусть сама посвятит себя и возьмет деньги. И тогда непонятно, значит, откуда мы учим, что отец имеет право на деньги Кедушин своей дочери, так же и в этом возрасте, да, в возрасте, когда она уже Наара, когда она уже достигла половозрелости. То есть, может быть, она становится субъектом тогда, говорит Талмуд. Все это мы могли бы сказать, все верно, но это тогда, когда она была совсем маленькая, когда она выросла, то тут дело меняется. Ну и тут мы можем тоже по-разному понять, что предлагает Талмуд. Талмуд говорит о ситуации, когда ей уже 12, может ли отец ее посвятить, да, то есть отдать в жены, предположим, да, или отдать ее там в рабыни, которая потом превращается в жену. Или в этом случае, когда ей уже 12 лет, то нет. Она сама должна все это дело проворачивать. Это один вариант. Второй вариант, мы можем понять это и так, что предположим, что он ее посвятил тогда, когда она была еще маленькой. А потом она уже достигла вот этого возраста, возраста Наары, возраста возревшей девушки. И тогда, может быть, ей должны принадлежать те деньги, которые этот самый ее господин отдал отцу. То есть тогда она, может быть, должна взять эту, как здесь переводчик говорит, прибыль. На это Паамат отвечает. Давайте посмотрим тоже этот. Это у нас Бамидбар 3017. Это у нас Бамидбар 3017. Да. Давайте посмотрим. Значит, это у нас Парашат Матод. Давайте прочитаем этот фрагментик. Здесь важно общий контекст. Если кто даст обет Господу или поклянется клятву, положив зарок на душу свою, то он не должен нарушать слово своего. Все, как вышло из уст, то должен он сделать. Если женщина даст обет Господу и положит на себя зарок в доме отца своего, в юности своей, вот это бенеуреа, и услышит отец ее, обет ее и зарок ее, который она наложила на душу свою, и промолчит о том, то состоятся все ее обеты и всякий зарок, который она положила на душу свою, должен состояться. Если же воспретил ей отец ее в день, который услышал, то все обеты ее и зароки ее, которые она возложила на душу свою, не состоятся. И Господь простит ей, потому что отец ее воспретил ей. То есть девушка пытается дать какой-то обет. То есть, например, если не поступлю в школу или не сдам экзамен на пятерку, то не буду есть мясное, предположим. А отец говорит, нет, 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 это все оставь в покое, я тебе не запрещаю давать такой обет. Если он промолчал, то ее обет состоялся, и она должна соответствующим образом поступать. А если отец сказал, что нет, то нет. А если она выйдет замуж, на ней обет ее или слово, уст ее, которыми она обязала себя, и услышит муж ее в какой бы день он не услышал и промолчит, то обеты ее состоятся из-за руки ее, которые она возложила на душу свою, должны состояться. А если муж ее, услышав, воспретит ей в тот же день, то расторгнет он обет, который был на ней, и изречение уст ее, которым она зареклась. То есть даже, видите, если у нее уже были какие-то, и он услышал, что эти, он может, собственно, муж может прекратить этот самый, запретить ей продолжать быть послушной этому обету. Обет же вдовы и разведенный, все, чем она зарекалась, должно состояться для нее. То есть нет мужа и некому, собственно говоря, этот обет расторгнуть или прекратить, запретить. Если же в доме мужа своего давала она обеты, возложила зарок на душу свою, склятву, и муж ее слышал, промолчал, не воспретил ее, то состоятся все ее обеты и всякие зарок, которые она возложила на душу свою. Если же расторгнет, то же самое, то есть если муж слышал, теперь муж уже играет роль того, кто может ей запретить или отменить. А может промолчать, и тогда все. И дальше говорится следующее, если же он расторгнет и так далее. Вот уставы, которые Господь заповедовал Маше об отношениях между мужем и женой, между отцом и дочерью, в юности ее, в доме отца ее. Вот это то, что цитирует нам сейчас Алмуд. И Алмуд говорит о том, что здесь сказано про то, что это отношение между отцом и дочерью в юности ее. То есть несмотря на то, что она является юной, юной – это не значит, что она маленькая. Нара, здесь бенеуреа. То есть это уже в возрасте 12 лет. Согласно Талмуду, опять же, если говорить просто про Тору, то мы ничего не можем сказать. Но Талмуд квалифицирует это слово «наара» и «наарут» как половозрелость, как 12 лет. И получается, что в этом контексте говорится о том, что отец полностью за нее отвечает. Если отец полностью за нее отвечает, то и в том случае, если она достигла 12 лет, мы не можем сказать, что она стала субъектом, который может получить деньги сама, а должен взять их, по идее, отец. Как говорит Талмуд, коль шевах… Сейчас перескочим обратно. Вот. Вот здесь мы. Вся прибыль. Коль шевах здесь переводится как прибыль. Но шевах – это вообще-то… Можно, конечно, привести как прибыль, но имеется в виду вообще все, что она сделает, все, что она может получить или сделать, заработать, найти и так далее. И здесь вот как раз переводчик это все добавляет. Он принадлежит отцу. И сюда же включены, получается, и деньги, и тегушин. ВЕЛАГАДАМАРАВГУНАМАРАВМИНАНШИМААСЭГАБАТЛИААВШИНИМАРВИХИИМКОРИШИТБИТОЛИАМА. МААМААМАСЭЭДЕГАЛИРАБААВДИТАМАСЭЭДЕГАЛИАВИЯ. Здесь Талмуд нам говорит следующее. Талмуд говорит, что подожди. Но вот Рав Уна. Рав Уна, например, говорит что со слов Рава. Он говорит, что откуда нам известно, что все, что делает дочь, оно отцу. Коль МААСЭДЕГА. Все, что бы она ни делала, все принадлежит отцу. И он ссылается на другой стих. Он ссылается на стих из книги. ШМОТ ВЕХИИМКОР ИШИТБИТОЛИАМА. Это ШМОТ 21.6. Давайте ШМОТ 21.6 посмотрим. Возвращаемся к Парашат Мишпатиму. Вот у нас есть здесь как раз. Если кто продаст дочь твою, вот видите, в рабыне, то она не должна выйти, как выходят рабы. У нас, собственно говоря, этот контекст уже всплывал. И Рав Уна как раз из этого контекста и пытается извлечь положение о том, что все, что принадлежит дочери, оно принадлежит отцу. То есть, ну, что бы она ни делала, принадлежит ему, потому что он может ее продать в рабыне. Если он может ее продать в рабыне, то значит, он для нее как бы как господин. У нас есть положение о том, да, что все, что принадлежит рабу, принадлежит его господину. Значит, если он может ее продать в рабыне, она ему как рабыня, то тогда получается, что все, что принадлежит ей, принадлежит ему. И Талмуд теперь после того, как рассмотрел это утверждение, это утверждение раба Луны, Талмуд говорит следующее. Он говорит, почему Рауна воспользовался именно этим стихом из книги Шмот из Мишпатим, а не тем стихом, который мы только что читали, Бенеуреа Бейтавира, то есть что она в своем юности своей, она находится в доме отца и отвечает. Ну да, ну так там же сказано про расторжение обета. Ну хорошо, так и здесь тоже говорится про расторжение обета. Ну хорошо, так давайте все-таки отсюда выучим, то есть выучим именно из этого места. И ответ такой, мамона мицура лояльфина. Знаменитое правило, что денежные отношения из запретов мы не учим. То есть из отношения между мужем и женой, между отцом и дочерью, которые связаны с запретом. С каким запретом? С запретом, вот, например, он может обет разрешить или нет. Это не денежные отношения. Это отношения, которые связаны с вопросами запрещенного и разрешенного. А вопросы, которые касаются денежных отношений, мы из этого учить не можем. Ну хорошо, нам говорит Талмуд. Хорошо, так давайте выучим из штрафа. Из какого штрафа? У нас есть другой стих, который говорит о том, что если, значит, мужчина соблазнил девушку или изнасиловал ее. Дальше там говорится о том, что он должен взять ее в жены и так далее. Но если он отказывается взять жену, то он должен заплатить штраф. И он может заплатить штраф ко мне, должен заплатить штраф отцу, а не девушке. И Талмуд говорит, что давай оттуда выучим. Оттуда выучим то, что все принадлежит отцу. Нет, говорит Талмуд. Тоже нельзя учить денежные взаимоотношения из штрафов. То есть получается, что штрафы – это не денежные отношения. То есть штраф относятся к несколькой иной области. У нас получается распределение. То есть есть область запрещенного чего-то. То есть запретить можно, разрешить можно. И получается, что это в каком-то смысле, если говорить об иерархии. Иерархия женщина-муж или женщина-отец. И вот в этой иерархии – отец или муж – они могут выступать в качестве тех, кто что-то разрешает или что-то запрещает. Есть другое положение. То есть положение, которое связано с некими штрафами. Например, насильник должен заплатить штраф. Но это, тем не менее, не денежные отношения. И получается, что вот эти три области, они как бы различны. И денежные отношения мы не можем выучить ни из одной из этих областей. Есть еще одна. Может быть, можно выучить это из позора. Что значит из позора? Имеется в виду следующее. Давайте мы переехали сюда. Вот из штрафа мы уже прочитали. Если скажут, что этот закон будем учить из выплаты за позор и порчу. За позор и порчу имеется в виду отец, который получает от человека, которого изнасиловал дочь. Там, значит, выплата идет не только штраф, но и нанесенная обида, бошет угам, позор и порча и так далее. И это все он тоже платит отцу. И мы могли бы сказать, что, значит, тогда и любые денежные отношения, они тоже как бы являются денежными отношениями, которые осуществляются с отцом, а не с дочерью. Ну и на это Талмуд говорит, что нет. Это тоже другая совершенно область. Почему? Потому что бошет Уфганда, а вуаша я бы говорю. Потому что вот этот позор и порча, они относятся так же и к отцу. То есть, когда девушка изнасилована, то в каком-то смысле это наносит позор для дома отца и так далее. То есть, это позор не девушкин позор или не только девушкин позор, но и в том числе позор отца. И получается, что из всех вот этих, из всего вот этого комплекса разных отношений, да, заметим, еще раз перечислим, то есть, есть отношения денежные, про которые мы, собственно говоря, и хотим выяснить, да, сейчас Талмуд выясняет именно этот вопрос. Есть отношения, которые являются отношением того, что муж или отец может что-то запрещать или что-то разрешать. Это другой тип отношений. Муж или отец, в данном случае только отец, да, может получать какой-то штраф. Но это не денежные отношения, да, это отдельная как бы история. Ну и то же самое порча и позор, да, нанесенный девушке, на самом деле является не только позором девушки, а позором отца. И поэтому оттуда мы тоже не можем проецировать, да, вот этот тип взаимоотношений на взаимоотношения денежные. И в итоге Талмуд нам что говорит? Писание говорит, вот это самое слово «энкэсэф», да, возвращаемся к тому самому стиху, что она выходит даром, без денег. Поэтому приходится именно из этого стиха, а не откуда-то из других стихов, которые здесь приводились, да, учить то, что отец может за деньги отдать свою дочь. И эти деньги принадлежат ему, и отсюда, собственно говоря, мы в конечном расчете мы что хотели выучить? Мы хотели выучить саму историю с этими самыми деньгами, почему, собственно говоря, можно с помощью денег осуществить кедушину. А занялись чем? Занялись объяснением того, откуда мы учим, что отец может осуществить кедушин за деньги, что эти деньги принадлежат отцу. И коль скоро эти деньги принадлежат отцу, то, значит, муж может приобрести жену за деньги. После вот этих всех, так сказать, различных предложений, да, которые здесь были приведены, и все эти различные контексты. Контексты у нас были, да, из книги Дворим, из книги Помидбар, да, с обетами и с разделами Шпатим. Все эти контексты, получается, нам говорят о том, что из них мы выучить этого не можем. Мы можем выучить только вот из этого положения, тоже из раздела Мишпатим, да, где говорится про отсутствие денег. Дальше Талмуд обостряет теперь заново эту ситуацию, говоря о том, что выход-выходу рознь. Ну, мы давайте остановимся на минутку, да, потому что я больше чем уверен, что сейчас у вас состояние не очень хорошее, да, потому что мы столкнулись с чем? Мы сейчас столкнулись с таким очень характерным, на самом деле, для Талмуда типом изложения, да, когда речь идет, если до этого мы имели дело с чем? Мы имели дело с такими филологическими как бы изысканиями, да, почему сказано так, почему сказано не эдак, почему сказано вот таким образом, а не таким образом. И эта квази-филология, она на самом деле скрывала за собой некую идею, комплекс идей, да, о которых мы, собственно, с вами пытались говорить. А теперь мы имеем дело с несколько иным типом. Это не филология, а можно было бы сказать интерпретация, да, то есть экзегеза. То есть, по сути дела, что делает Талмуд? Талмуд говорит о том, откуда мы учим и как мы учим. Ну, например, положение о том, что деньги являются в данном случае одним из способов осуществления вот этого самого кедушин, да, то есть этого приобретения, приобретения женщин. И приводит, ну, мы видели, да, вот это тут бесконечно, а давайте отсюда, а почему нет, а почему так, а может отсюда эдак, давайте уточним этот стих, давайте уточним этот стих. Каждый раз эти уточнения, они являются уточнениями, ну, экзогетическими, да, то есть как толковать именно то или иное выражение в стихе. Это будет продолжаться, на самом деле, еще некоторое время. И, собственно говоря, опять же, мы так же, как и с квазифилологическими изысканиями Талмуда, так и с вот этими квазиэкзогетическими изысканиями Талмуда, на самом деле, очень сложно уловить. А что, собственно говоря, они хотят, в конце концов. Ну, что вы хотите? И я, собственно говоря, когда мы говорили вначале о вот этой Евама, да, и левератный брак и так далее, я, собственно говоря, предваряя вот то, что мы будем читать, мы еще не дочитали, в следующий раз продолжим это, я, собственно говоря, и рассчитывая на вот этот фрагментик, говорил то, о чем я говорил. То есть, по сути дела, здесь в итоге перед нами расстилают некую панораму, панораму типов взаимоотношений. Мы видим эти типы взаимоотношений, где девушка, она оказывается как бы между мужем и отцом. При этом этот муж, он не совсем муж, да, то есть он господин, то ли господин, то ли муж, да. И получается, что вот эти, в каком смысле, три фигуры, да, три фигуры, или, может быть, некоторые из этих фигур, то есть муж, он может быть господином, или господин может оказаться мужем, они как бы в разных шапках и так далее, и выясняется способ взаимодействия, да, то есть это вот этот способ взаимодействия, в чем, собственно говоря, сходство, хотя Талмуд про это не говорит, он пытается сравнить, правда же, он отсылает нас к контекстам, где, в которых, например, отец и муж выступают в одинаковой роли, ну, например, это снятие обетов. А зачем нам сейчас снятие обетов, если вообще-то, говоря, мы же говорили про деньги, хотели говорить якобы про деньги, а говорим про снятие обетов. А снятие обетов – это что? Это запрещение, разрешение чего-то. И вот в конце, поскольку нам разложили, то есть расставили, развели, на самом деле, несколько видов коммуникаций между вот этим самым господином и девушкой, или отцом и девушкой, эти коммуникации разного типа, запретного типа, да, имущественного типа, или позор, да, или штраф, которые проходят тоже по отдельным, как бы, статьям, они, ну, тоже возможны, да, возможно, имеют все ту же самую подоплеку, с одной стороны, да, метафорическую, а с другой стороны пытаются прояснить, собственно говоря, в какой из ситуаций эта метафорическая основа, каким образом она репрезентируется. Потому что, на самом деле, изначально был вопрос, да, то есть если мы говорим о том, что легко перенести на метафорический уровень, например, приобретение Бога, народа Израиля с помощью Торы. Тора – это как бы штар, документ. Вот документ, и вот это приобретение. В каком-то смысле легко интерпретировать это как половой акт, да, отношение между небесным миром и земным миром, да, и, кстати, Шаббат описывается взаимодействие как взаимодействие, как сейт. А вот с деньгами не очень понятно, да. А с другой стороны, деньги – это ведь, на самом деле, один из, как бы, важнейших коммуникационных способов, да, ну, как бы в сообществе между людьми. И, по сути дела, вопрос, который, возможно, стоит, да, как бы таким фоном – это как раз и есть прояснение того, как где же здесь деньги, подождите, ну, хорошо, это я понял, да, Бог приобретает так. Это я тоже понял. А деньги? При чем здесь деньги? И вот прояснение, как бы, этого вопроса, оно основано на чем? Никто не говорит про Бога, конечно, да, при чем здесь Бог? Мне про Бога не говорят, а говорят про что? По сути дела происходит, ну, такое уточнение, да, уточнение того, а что же это такое, эти самые, эти имущественные взаимоотношения, когда речь, это не просто имущественные взаимоотношения, имущественные взаимоотношения у нас будут рассматриваться в трактате разделе Незекин, ущербы, и там будут покупка, продажа, там, и так далее. Здесь это не совсем имущественные отношения, это имущественные отношения, которые накладываются на, на вот образ этой самой девушки, да, либо малолетние, либо уже достигшие определенного возраста, но именно вокруг нее, да, то есть каким образом это связано со всем комплексом имущественных или денежных отношений. И еще раз скажу, что Талмуд никогда не говорит прямо, да, то есть прямым языком ничего сказано не будет. А вот таким вот изнуряющим в каком-то смысле, да, потому что, ну, хорошо, там посмотрели, здесь посмотрели, это посмотрели, то посмотрели, ну и что? Что в итоге? Ну, в итоге мы еще не дошли до конца, да, но я сейчас просто пояснил некий нерв самого этого рассуждения, да, то есть он так же, как и в случае с филологией, он не является собственно филологическим, как филология не была, чисто филология, так и здесь экзегеза – это не чисто экзегеза, а за ней, по идее, что-то должно стоять. Ну, в следующий раз мы дочитаем до конца эту субью, попробуем осмыслить, что за этим стоит пока, то, что мы видим, да, вот это размежевание, да, разных, разных сфер, что ли, да, сфер взаимодействия, сфер взаимодействия, которые, по сути дела, являются определенным треугольником, да, то есть есть отец, есть господин муж и есть эта девушка, или иногда это соблазнитель, да, тот, который штрафуется, да, насильник, это все равно треугольник, да, и вот в этом треугольнике взаимоотношения каким-то образом проясняются, проясняются их типы. Это то, что мы можем на сегодняшний день в качестве какого-то предварительного, да, итога отметить. В следующий раз мы встретимся не через неделю, а через две недели у меня еще до того, как мы начали изучение депрактата Брахо, да, было назначено на 14 марта некое мероприятие, которое я не могу поменять, поэтому наш следующий урок состоится не 14-го, а 21-го. Ну, в общем, вот, если что-то вы хотели, слушайте меня музыка. А в четверг, в четверг, или это другая программа? Слышите? Да, вполне. А в четверг будет? В четверг, это другой курс, это не связано. В четверг все нормально, в четверг этот мы продолжаем курс по средневековой рисковой философии. Окей, спасибо. А как, значит, вот эта история, да, с девочкой, да, отцом и будущим мужем, там, не знаю, как вот это перекладывается на отношения? Ну, пока не знаем, пока не очень понятно. Ну, я не сказала, ну, сейчас, подождите, вы поняли, что я хотела сказать, да? Да. Хорошо. Ну, ладно. Ну, я имела в виду, что на Тору, да? Да, да, да. Пока не очень понятно. Пока, вот я же говорю, предварительный итог, мы, по крайней мере, понимаем, мы могли бы вообще ничего не понимать. Ну, хорошо вы изучают, изучают, так интерпретируется, отсюда не выучить, отсюда нельзя выучить, отсюда нельзя выучить, а так можно выучить, а так можно выучить. Ну, какая-то дребедень. Но мы в надежде на то, что мы имеем дело не с дребеденью, а с некоторым предположением. Ну, а кто может быть? Да, из этого предположения, мы можем сделать предварительный выбор, что идет прояснение, как я уже сказал, да, вот этих определенных линий взаимоотношений. Вопрос только вот, кто может быть вот эта маленькая девочка? Кто может быть эта маленькая девочка? Народ Израиля, может быть, если не про метафору. Да, да. Ну, да, ну, вроде народ Израиля может быть, а может быть Тора. Просто не встречалась именно, что ассоциация как бы с маленьким ребенком. Народ Израиля тоже может быть маленьким ребенком. Ну, как не встречалась. Народ Израиля так и про это и пророки пишут. Агават неуреа. Как же это, собственно, любовь юности твоей. Это слово наарут, она, собственно говоря, все пророки его используют. То есть народ как раз Израиля, он именно такой наарой и рисуется девушкой. То есть просто переводчики пишут девушкой. Мы думаем, что это уже девушка-девушка. На самом деле это наарал, про который здесь идет речка красная. Я так и думала. Хорошо, все. Вот Илья хочет сказать. Да, Илья. Я, Евгений, вам немного в ответ предположений и вообще по уроку. Кажется, что у нас мозг старается вывести какие-то параллели из этих ситуаций и метафор. И я думаю, мы на следующих уроках отчасти это сделаем. Но что мне видеть сейчас, что помимо вот таких закономерностей нас постоянно подводит к мысли о том, что полноценных параллелей нет. И вот конкретно мы говорили про саму характеристику смены состояния, нежели чем на параллели каких-то состояний чему-то большему. То есть раз за разом повторяется мысль о том, что в каждой ситуации надо думать и не проводить такие греческие параллели. А, вот это значит, здесь девушка, здесь значит, мы в таком состоянии. А в одной и той же, казалось бы, ситуации состояние, ну, как у Кванда, оно может быть совершенно разным в зависимости от маленьких деталей. Я совершенно верное замечание. Именно так. В этом сложность, как бы, вот этой, ну, условно, метафористики талмудической, потому что она, и она поэтому в каком-то смысле и не проговаривается, да, в отличие от греческой аллегории, да, где, собственно говоря, ставятся, ну, забиваются гвоздями, да, это вот, это вот, это вот, это вот, это вот, а здесь это все время плывет. То есть мне кажется, что и текст такой трудный специально, чтобы нам осложнить жизнь и намекнуть на то, что думать нужно каждую секунду, и расслабиться нельзя. Ну, это тоже может быть, да. Здесь нужно еще понимать, что для нас это тяжело, потому что нам каждый раз нужно открывать контекст и смотреть, и у нас из-за этого возникает как бы такое, да, то есть мы и там, и там, и здесь. У нас это не сидит в подкорке, а для мудрецов талмуда вот этот пинг-понг, который они сейчас там вот устраивают, да, он гораздо более понятен, потому что контексты-то им не нужно открывать, да, у них они сразу всплывают. А нам нужно еще этот контекст как бы осмыслить, что-то такое понять, а у них они сразу так-так-так-так-так-так-так-так-так-то, то есть в этом смысле взаимодействие контекстов, оно гораздо более быстрое, чем у нас, поэтому это дополнительная трудность. Спасибо. Да, всем счастливо, еще раз порем с Амэх, у меня здесь марокканская музыка такая. А что-то гудело, гудело, я думала, что у кого-то микрофон, наверное, пускло. Нет, нет, это у нас тут соседи запускают.